Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 5 июля и казалось бы у нас это лето вот только-только началось, но для некоторых томатов в это время уже пришел конец в теплице. Вот смотрите, если томат уперся в потолок, он уже вот здесь начинает, видите листья подгорать, уже солнечные ожоги, ну все, мне придется сейчас их ограничивать в росте. Особенно жалко вот этого космонавта Волкова. Смотрите, какие мощные стебли. У него такой, как сказать, еще есть такой резерв, такой потенциал. Здесь еще столько цветов, он мог бы расти и расти. Если кто не знает, что это за томат, я сейчас вкратце расскажу. Это вот такой среднеранний сорт томата, который очень мощный. Он указан в характеристиках 150-180 сантиметров, это почти 2 метра. Таким он бы растает на улице, а в теплице он мог бы вырасти 2,5 метра и даже до 3, если бы был у него там дальше, ну расстояние было бы. Конечно, наши вот теплицы в частных наших, ну в подсобных хозяйствах, то есть участников, у нас нет такой высоты. У нас все теплицы почти что 2 метровые, и этому великану здесь негде развернуться. Ну вот совсем, он как орел в неволе. Вот смотрите, он еще молодой, у него еще столько сил, он прям, казалось бы, вот готов, вот так выпирает туда, готов крышу снести и вырасти. Ну никто ему, конечно, этого сделать не позволит, я сейчас его обрежу. Конечно, очень жаль. Я сейчас расскажу про этот сорт. Посынковать обязательно, обязательно его надо вот все эти его мощные такие побеги удалять в один или в два ствола, вот я веду здесь в два ствола. У него не очень крупные плоды, но все-таки он считается крупноплодным, от 200 до 400 граммов. И чем он ценится? Почему? Его очень неудобно выращивать. Я вот, если честно, я не люблю такие томаты. Я вот сейчас стою, у меня, сейчас я скажу, у меня глаза на уровне, вот мои глаза, вот моя голова. Представьте, как высоко вверх мне нужно туда смотреть и вот все это обрабатывать. Я, если честно, даже до верха, до самого не достаю. Для меня он очень неудобным считается. Но очень сильный, с ним бороться, он такой сильный. Его начинаешь ограничивать. Я сейчас здесь обрежу, он начнет изо всех пазух, начнет пасынки давать, пытаться наверстать, потому что у него огромный вот этот куст, огромная корневая система. На улице тоже его неудобно выращивать. Он перерастает все мои палки, все коля, он заваливается. Но если вы спросите, ну зачем же вы тогда его высаживаете, если вы не можете с ним справиться? Вот в том-то и вопрос, что у него очень вкусные плоды. У него вкус какой-то, ну как, немножко необычный, отличный от других томатов. И это вот считается, он считается таким одним из самых сладких, из вкусных. Я вот говорила зимой, что сахаристость у нас зависит и от солнца, и от всего там, от погодных условий, от нашего полива, как мы поливаем. Но есть самый главный фактор вот этого вкуса, вот этой сладости томатов, это генетическая предрасположенность. Вот сорт Космонавт Волков, он генетически предрасположен создавать нам сладкие, вкусные плоды. Потому что есть вот томаты, ну вот например, на примере скороспелок, есть некоторые скороспелки, на каком бы солнце они ни лежали, и какая бы погода хорошая ни была, они же никогда не будут такие сладкие, как например вот эти крупноплодные всякие медовые, там розовый мед и все. И вот Космонавт Волков именно тот томат, который всегда все относят к группе самых сладких. Вот он входит в эти в топ-10 самых сладких томатов. Потом, он очень устойчив к различным заболеваниям, и у него большая урожайность. 15 килограммов с одного квадратного метра можно собрать, ну вы понимаете, потому что он большой, у него много, если вот в теплице например, много кистей, если его еще не ограничивать в росте, он будет давать, давать и еще давать. У него, ну самое главное, все равно, это непревзойденный вкус, именно в салатах, именно для свежего употребления, вот поэтому я всегда каждый год высаживаю несколько кустиков Космонавта Волкова. Начала говорить не об этом, начала говорить о том, что вот Штраух, Космонавт Волков, если вы выращиваете эти сорта и выращиваете впервые, и не знаете, что делать, вот видите, уткнулись они, конечно нужно обрезать, вот эти солнечные ожоги, они уже вот здесь, видите, повреждаются, им больно, конечно, они вот стоят и ежедневно поджариваются, вот это происходит каждый год, дорастая до конца, до потолка, они очень страдают, и я сейчас буду оставлять вот эту цветочную кисть, стараться оставлять два листика и все это выщипывать, потому что все, для этих томатов, для томатов великанов уже конец, больше расти им некуда, очень жаль, у них вот тоже Штраух очень много, они хотят дать еще много-много плодиков, в прошлом году мне предлагали как-то приспускать их или еще, но у меня не получилось, потому что кусты такие мощные, я начала его как бы отвязала, начала приспускать, он под тяжестью рухнул, сломался, ничего делать не буду, буду делать традиционно, оставляют цветочек, оставляют два листика, остальное все выщипываю, все равно все сгорит, очень жаль, но такова жизнь, дальше им расти некуда, все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это вот такой небольшой репортаж из теплицы, о тех томатах великанов, которым не даем мы расти, как они хотят, и вот это вынужденное прищипывание, вынужденная остановка их жизнедеятельности, но теперь будут, значит, здесь сейчас прищипну, будут быстрее наливаться вот эти плоды, которые уже сформировались, все, до свидания.